друзья всем привет сегодня я хочу вам рассказать об одной из моих вот любимых колясочек особенно в этом году в текущем прогулочная коляска всесезонная коляска вседорожная коляска одна из самых короче говоря универсальных прогулочных колясок книжек на сегодняшний день кстати она и одна из самых продаваемых колясок сети магазинов first buggy первая коляска внизу будет кстати ссылка на эту колясочку после обзора пройдите посмотрите на предыдущие года этой же коляски у меня обзоры есть в 19 год еще был вот можете тоже ознакомиться посмотреть ну сейчас самая актуальная информация об обновленной колясочки эспира саник гель называется колясочка гель это присутствует название это материал колес используемых здесь поэтому гель здесь для этого в названии так друзья сегодня мы посмотрим на нее разберем ее заново я думаю что эта колясочка вас равнодушие не оставит то что вот та колясочка у которой очень мало я даже в принципе ничего сходу не могу придумать но может в обзоре чуть найдем какое слабое место потому что цена качество и материал особенно что здесь сейчас вот в этом году применили здесь очень хорошее соотношение так что начнем изучать сверху вниз давайте в начале быстренько технические характеристики эспира это польша если вдруг кто не знал один год дает производитель гарантию вес у нас колясочки 10 и 9 килограмм абсолютно адекватный вес наклон спинки 115 165 увидим с трех месяцев заявляет производитель до 45 лет потому что 22 килограмма выдерживает колясочка и 60 сантиметров колесная база коляски поэтому в любой лифт везде вы должны будете спокойно заезжать друзья давайте начнем с материалов и это то что мне прям вот очень нравится особенно после обновления эту колясочку можно уже в принципе знаете так смело сопоставлять с премиум сегментом потому что материалы очень классные и премиум бренды дорогие компании делают материалы не особо то и лучше вот этом очень классные приятные материалы гипоаллергенные естественно все с пропиткой сочетает ультрафиолета все хорошо и тактильно классные материалы вот козырек смотрите здесь большой и без всяких манипуляций есть дополнительный козырек который внутри убирается есть также смотровое окошечко за ребеночком с москитной сеточкой тоже так прикрыли раз и все вот но если вдруг вам и этого будет мало можно сделать вот так и открыть козырек еще больше и смотрите насколько сильно он падает у нас сверху практически на бампер и ребенка закрывает полностью плюс накидка на ножки который идет в комплекте и ребенок я чуть позже покажу ребенок там как в танке просто сидит никаких кнопок не нужно нажимать чтобы регулировать козырек здесь вот дуга за которую смело беремся и как вы наверное слышите но вы особо ничего не слышите он достаточно тихий не щелкает для многих это важно поэтому подчеркиваю козырек тихий регулируется очень просто давайте сразу посмотрим на заднюю часть здесь у нас вот такая вот опция есть кармашек достаточно большой поэтому все хорошо заднюю стеночку тоже можно откинуть вот так вот завернуть здесь на кнопочки пристегнуть и у нас здесь полностью москитная сеточка для проветривания летом будет очень очень даже актуальны так что касается ручки друзья здесь обито классной приятной эко кожей с хорошей ровненькой прострочкой и что еще подмечу толщина ручки прям самое но я люблю именно толстые ручки если вы смотрели какие-то мои другие обзоры вы видели что я говорю что где-то ручка танковато здесь идеальный размер ручки хват уверенный четки тормоз друзья здесь самый крутой тормоз он ручной не едем едем никакой манипуляции ногами делать не нужно не портим обувь не корябы щелкнули рукой все окей регулируется ручка у нас тоже по высоте мой рост 186 сантиметров можете приблизительно понять как в это высота ручки будет вам но опять же она регулирует регулируется поэтому под любой рост можно подогнать так друзья давайте заглянем сейчас на само сиденье кстати регулируется сидушечка у нас с помощью ремешков просто тянем а чтобы опустить нажимаем кнопочку и опускаем поднять просто тянем вверх больше ничего делать не нужно смотрите 115 градусов как я вам говорю в начале и 165 мы лежим подножечку подняли все ребенок нормально комфортно отдыхает возвращаем обратно смотрите что касается безопасности пятиточные ремни мягкие накладочки везде и на паховой зоне и на плечевой бампер у нас здесь тоже откидывается в стороночку как калитка можно легко посадить ребеночка без проблем бампера бит такой же к кожей приятные как и на ручке и на подножке снизу тоже прорезиненный такой материал чтобы легко было протирать еще отмечу сильную сторону этого этой подножки то что здесь не на шестерен очках все держится как сзади вот по бокам обычно кнопочку нажимаем а на вот такой металлической распор очки на нее даже ребенок встанет а ничего не сломается в отличие от классической системы с шестернями ну и соответственно ступенька ребеночку залезть в общем сидушка здесь друзья увидите она большущая широкая спинка высокая кстати очень мягкий матрасик долгих прогулках ребенка вообще будет отлично так с этим вопросом с вами разобрались давайте теперь посмотрим с вами на основании колеса как я вам и говорил в названии сходя в начале исходя из названия вы уже поняли что это гелевые колеса не надувные они естественно съемные блокируются если это нужно с этим все нормально преимущество таких колес это такой баланс между надувными и обычными полиуретанами таких пластиковые короче говоря колеса это нет возможности их проколоть и они достаточно мягкие по сравнению с обычными полиуретановыми колесами поэтому такой золотая середина такой баланс кстати накидочка на ножке который идет в комплекте тоже защитная она не продуваемая не промокаемая накидочка здесь прям отлично на кнопочках держится с этим все хорошо так смотрите что касается багажника что еще хорошо у коляски достаточно высокий клиренс и даже если вы загрузите багажник он особо не провисает и соответственно чиркать на землю ничего не будет даже заезжая на бордюры ну или поребрик вот с этим все окей давайте посмотрим на амортизацию сзади спереди амортизация у нас присутствует и достаточно неплохая накидочка реально прям толстая такая вот прям классная плюс еще она замочком дополнительно ее можно увеличить размер смотрите так приблизительно прикину она полностью ведет в нахлёст и прям если мы закрываем еще козырек вот этот западной секции у ребенка там вообще даже щели нет ну еще есть естественно но она очень хорошо закрывает ребеночка так друзья по коляске технически разобрались теперь давайте мы эту колясочку сложим и посмотрим как она сложенном виде для того чтобы сложить нужно нажать есть сбоку кнопочку и под ребеночком здесь есть ремешок который нужно дернуть дергаем и все вообще вот так вот за бампер не рекомендуется носить потому что он знает знает а не рассчитан здесь можно держать также за этот же ремешок за которым за который дернули можно скинуть колеса она будет еще компактнее ну как по мне идеальный размер раскрываем огонь так собственно друзья добавить мне больше нечего если у вас какие-то вопросы остались что-то может я забыл сказать напишите в комментарии обязательно отвечу вот но короткое мое мнение друзья вот она стоит сейчас абсолютно адекватных денег на сейчас все стоит неадекватных денег но среди вот этого всего кошмара что творится с ценами соотношение цена-качество очень хорошее ссылочка внизу друзья в описании пройдите посмотрите и в текущих реальных кстати внизу она будет всегда актуально будет дешевле значит и по списанию ссылки она будет дешевле кстати очень частенько бывают какие-то акции поэтому следите за этим вот поэтому друзья обязательно рекомендую обратить на нее внимание колясочка как вы видите особо без слабых мест тут так я не нашел к чему придраться в обзоре мне в ней нравится практически все еще и цена хорошая поэтому и вам рекомендую выбирайте смотрите если вы еще между чем-то выбираете курьер в первой коляске может взять вторую коляску привести вам две вы посмотрите и одну он заберет которую вы не выбрали ну и собственно все а я хочу лишь пожелать вам взять хороший грамотный выбор и удачи на дорогах всем пока